Десять лет назад проект «Абснестар» стал знаковым событием в культурной жизни Абхазии. Первый в своем роде песенный конкурс в телевизионном формате привлек внимание молодежи и подарил стране новых артистов. Многие выпускники «Абснестар» так и остались в профессии, продолжают петь и достойно представлять Абхазию в различных зарубежных музыкальных шоу. Это и победитель Саида Аграба. Вы недавно могли наблюдать, как она на одном из российских каналов очень успешно принимала участие в музыкальном шоу. Валера Майрамян, который тоже в Армении. Это был музыкальный проект «Голос». Нас строили четыре человека, которые принимали участие в разных конкурсах вне Абхазии. И в самом «Голосе» тоже, кстати говоря. Аннушка Аграба. То есть это все выпускники «Абснестар». Мы хотим вновь организовать музыкальный проект под названием «Абснестар». Это реально уже бренд, но это уже будет, естественно, другой формат. Это будет полный апгрейд. Какие-то штучки в самом проекте мы, конечно, раскрывать не будем, потому что хочется чуть интригу сохранить для всех. Потому что и формат будет другой, и ведущие тоже, хочу сказать, сразу все будут другие. Я не буду вести этот музыкальный проект. По структуре конкурса новый «Абснестар» похож на прежний. Запланировано три сезона и суперфинал. На каждый сезон по три месяца. Итого проект продлится один год. Так же, как и прежде, молодые люди будут проходить мастер-классы и занятия по вокалу, актерскому мастерству и сценическому движению. А результаты зрители смогут оценить на концертах. Одно из нововведений – это главный приз. Предыдущий победитель получил туристическую путевку. Победитель нового сезона получит путевку образовательную. Мы, конечно же, очень рады, что музыкальный проект «Абснестар» возобновляется уже в новом формате. Прошлые сезоны показали, что наша страна богата музыкальным потенциалом. И также были выявлены новые имена на абхазской эстраде. Надеемся, что новый сезон будет нацелен не только на выявление новых талантов, но и на популяризацию абхазских композиций, исполняемых на абхазском языке. И в этом плане, конечно же, Министерство культуры поддерживает данный проект. И, как вот сказал Роланд, в качестве приза предоставит возможность обучаться в Российской академии музыки имени Гнесиных. Помимо новых лиц, проект «Абснестар» подарил Абхазии много новых песен на абхазском языке. Эта традиция будет продолжена в новом сезоне. За творческую часть, как и раньше, отвечает композитор, музыкальный продюсер Анри Гумба. На каждом концерте у нас было около 15 песен, и всегда три песни были абхазскими. И мы не брали старых аранжировок, уже готовых, мы всегда их обновляли, делали свои. И за эти 10 лет я эти аранжировки и эти песни слышу на разных мероприятиях, их исполняют. Также в конце каждого сезона я писал по 7 песен. В итоге 21, вместе с гимном 22 песни. Они вышли, они есть на площадках, и в какое-то время и на радио на абхазском они долго звучали. У меня даже какие-то награды висят с проекта, там, с Абсу радио проводил что-то наподобие «Песни года». То есть песни были на слуху, они есть. И я думаю, что и сейчас мы точно будем этого формата придерживаться. То есть на каждом концерте будут уже в современных аранжировках абхазские песни. И будут и авторские песни, сольные, конечно же, как без них. Абснестар – это некоммерческий проект. Занятия и мастер-классы для участников, работа в студии, костюмы и декорации для концерта, а также все остальные расходы проекта, как и в прошлый раз, берет на себя генеральный спонсор – компания «Аквафон». Компания «Аквафон» уделяет особое внимание культурным проектам, так как эти усилия будут направлены на выявление потенциала нашей молодежи. Взяв на себя генеральное спонсорство проекта «Аквафон» станет частью этого творческого проекта, целью которого будет выявление новых талантливых ребят, а также популяризация песен, исполняемых на абхазском языке. Все эти усилия будут способствовать также популяризации нашей абхазской культуры. Мы давно знаем, когда ребят из Абстана Медиагрупп, с ними было реализовано множество интересных проектов. Для нас этот проект важен, он является самым крупным, и мы очень рады нашему сотрудничеству. Организаторы проекта обещают, что формат конкурса изменится, но в чем именно изменения, говорить пока не хотят, держат интригу. 15 декабря в Государственной филармонии состоится первый отбор участников, а уже в начале февраля зрители смогут посетить первый концерт нового сезона «Апснестар». Надежда Боровикова, Абаза ТВ.